Не прошу прощения за гадости Нам ли оправдания нужны? Мы в разврате спрячемся от старости Будь достойной дочерью страны Всем добрый день! Продолжаем интересную тему связанную с проектом «Фантастика» Как вы поняли из песни Амирамова Сейчас мы с вами поговорим об очень интимной теме Связанной немножко с сексом И сексом как индикатор вашего здоровья В рамках нашей системы И немножко я расскажу про сон Дело в том, что многие очень мои коллеги Не говорю про оппонентов Даже не говорю про огромное количество Блогеров, бодибиллеров и прочих Которые прекрасно, может, что-то объясняют Как стать сильным, здоровым И так далее Но всегда обходят вот эту тему Которая связана с потенцией Мужской в первую очередь Наверное, по разным причинам Для вопроса, для их дискуссий всяких Вот я хочу задать прямой вопрос Как у вас, ребята, вот с этим делом Потому что тестостерон, мужской гормон Он напрямую связан с вашим либидо С вашей потенцией И с вашими возможностями Вот я скажу, что мне скоро 60 лет Как я уже это говорю У меня все прекрасно Вот я наслаждаюсь всем Чем только можно наслаждаться С точки зрения здоровья Ну и, естественно, наличие Немалого количества белка тестостерона В моем организме Требует, естественно, продолжения Своего, ну, скажем так Наслаждения вот этим вот Прекрасным делом Поэтому Это есть непременный И важнейший, если сказать Самый главный индикатор Потому что если мы говорим Как я уже рисовал схему В самом начале Что человек, этап зрелости Это когда он половозрелый У вас кончается сексуальная функция Вы переходите в процесс Затухания или старости Ну, поскольку я говорю О своей системе Которая, в общем-то, направлена на то Чтобы процесс зрелости И половой функции Был как можно дольше Ну, хотя бы там до 100 лет Наверное, я не знаю Вот Ну, как можно дольше Вот Значит, я буду вам Периодически Не знаю там сколько Может, через 10 лет там расскажу Через 20 лет Может, глядишь там до 100 Что-то расскажу Но я вам честно скажу Вот все Я перешел в проект старость Все До свидания Там Моя там Такая серьезная Интересная жизнь Сейчас нет Я могу соответственно сказать И все, кто меня знает Вот Что Мне это все Очень нравится Поэтому К чему я хочу сказать Тестостерон Тестостерон Это Это Очень главный Индикатор И элемент Нашего тренинга Вот Для того, чтобы С кем-то о чем-то говорить Вот Возьмите любого тренера Любого оппонента Любого кумира Любого И Посмотрите Его Потенцию Или по крайней мере Проспросите Узнайте Посмотрите По дневникам По каким-то Автобиографическим данным И так далее Посмотрите Про его Вот эти возможности Потому что Если человек Не имеет Нормальной Функции То есть Он перешел В разряд старости Ну Значит Эта система Которой он занимается Наверное Вот Неполноценна Что ли Или она не такая Что ли Которой можно стремиться Потому что Вы потеряете Собственно говоря Свой Этап Зрелости Ну Возьмите Мирояму Да Вот Масцацаям Он вообще кореец Сам по происхождению Это уже Его имя Японское Когда он уже Стал как бы Японцем Но Согласно Его дневникам Согласно Очевидцам Это Вообще Большой Сильный человек Который там Был приглашен Королевской семьей Он достиг Вести Он создал Киокшинкай Шикарный стиль В котором Вот мой Один из Мощных Самых Ярких Моих Учителей В карате Это Подани В Жене Евгений Владимирович Он у меня Старше всего Там на два года На три Его записи Его Записи Его близких Человек С таким Животиком Как бы Да Карате Киокшинкай Серьезная школа Серьезный стиль Многому Очень Учит Учит Но Несовершенно На мой взгляд Несовершенно С точки зрения Функционирования Организма Раз Человек Шел 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 И вот На что-то Не хватает Вот чего Не хватает Я скажу Сразу Своей стороны Физическая мощь Киокшинкай Сильная Ударная техника Хорошая Противостояние Может Не хватает Перевернутых Пост Развития Капиллярной Системы Не хватает Правильного Питания И других Составляющих Физиологической Основы Функционирования Здорового Организма Вот этой части Не хватает Мы ее Восполняем Поэтому Вот Дальше Еще одну цепь Я не буду Опять же Говорю Я тут Хотел Много Рассказать Мне есть Что Рассказать Но Давайте Это мы Уже Отведем На семинары На уже Индивидуальные Какие-то Общения Скажу Только Вот Коротко У нас Система Направлена На физиологически Правильное Функционирование Организма Показатель Чему Есть Выработка Тестостерона Тестостерон Есть Основа Основ Половой Функции Мужчины Если У мужчины Вырабатывает Тестостерон Значит Он В прекрасном Состоянии Если Он И вдруг И после Этого Что-то Не может Ну Это уже Как бы Все проблемы В голове Но Если Он Здоровый И У него Функционируют Все Системы Организма Плюс Он Имеет Какой-то Не знаю Там Целый Комплекс Показателей Включая Там Давление Кровь Ну Все Все Показатели То Он Должен Быть Мэйл Самец Все Вот Это Все У нас Есть Система Упражнений Тренировки Которая Позволяет В процессе Вот Нашей Тренировки Вот По Нашей Системе Уже Со Стандартного Все Что Я говорю Это Не для Начального Периода Это Для Стандарта Для Стандарта И Выше Ну Я Уже Рассказал Этапы Начиная Там Со Второго Середины Второго Этапа И Выше Дальше Дальше Так Вот У нас Предусматривают Ряд Упражнений Я Имею Какие-то Упражнения И И Имею Систему Которая На мой Взгляд Позволяет Мне Иметь Хорошее Мужское Здоровье В процессе Обучения По своей Системе Я Эти упражнения В индивидуальном Порядке Каждому Кто Будет В рамках Моей системы Заниматься Я их буду Рассказывать Возможно Эти упражнения Далеко Не полные Но Дело в том Что Мне Больше Лично И не надо Я хочу Скать Про себя Я Не испытывал Не испытываю Я никогда Не пробовал Виагру Вот Никогда Вот Один раз Там Просто Ради Интереса Дали Мне попробовать Потому что Я возил Из Канады В Казахстан Эти казахские Старцы Очень просили Виагра Была Дефицитом Это был 97-98 год Я летал В Казахстан Из Канады Они просили Привези Виагру Я там Возил Несколько Пачек Ты не хочешь Мне зачем Ты попробуй Посмотри Ну попробовал Кроме Такого Зрачков Глаза Надутые Уши красные Щетки горят Вот я ничего больше не испытывал Да Есть какое-то Наполнение крови Всех пещеристых тел Но Мне это не нужно Вот Я скажу До сих пор Я не знаю Что это такое Вот И не хочу знать Поэтому Упражнение Возможно Я только Протоптал дорожку Я знаю Примерно Что нужно Для того Чтобы ваш Тестостерон Вырабатывался Для того Чтобы ваш Так сказать Аппарат Был всегда В рабочем состоянии И даю основу Мне кажется Что дальше Уже каждый Там Или Все кто Будет По этому пути Развиваться Вот Они уже дальше Добавят свое Что-то Но основу Я дам Ну Вот это Коротко То есть Я хочу сказать Система фантастика Обязательно Включает Целый комплекс Упражнений Потому что это есть основа Основ Мы иначе Не можем называть Не можем говорить Что мы увеличиваем Период зрелости Вот Поэтому Вот этому факту Я специально поставил Отдельную серию Хочу сказать Что мы придаем Особое значение Но дело в том Что это не только Специальное упражнение Это система Физиологически Здорового Функционирования Каждого Вашего органа Включая голову Ну И Вы знаете С кем не спать А с кем дружить Такая другая песенка Я два слова скажу Про сон Дело в том Что сон Это тоже важнейшая Составляющая Нашей системы И когда человек Выходит на стандартный уровень Мы уделяем Этому Внимание Мы В индивидуальном Циклах Тренировок Предусматриваем Обязательно Скажем так Целый диалог Что касается Сна Ну Дело в том Что сном Должен быть Абсолютно полный Сон Человек должен Уметь высыпаться Вот для каждого В этот период Разно Я про себя скажу Бывают моменты Например Если я бросаю Тренировку Вот я не тренируюсь Ну бывает такое Там 3-5 дней Ну не знаю сколько Хотя Больше трех дней Обычно у меня такого нет Но тем не менее Если бывает у меня То у меня сна Хватает 5-4 часа Вот я Я просто Не хочу спать Я высыпаюсь И у меня организм Он переполнен энергией Вот Если у меня В нормальном состоянии Если у меня Цикл тренировок Предусматривает Ну Особо сильное Напряжение А у меня уже Идут циклы Когда я Тренируюсь Ну скажу так Очень круто И Эта тренировка Предусматривает Очень большое Потовыделение Практически Из часа Это 55 минут Это очень много И поверьте Что В том Тренировке По типу Кроссфитнес Или как она называется Особо интенсивная тренировка Когда у меня сердце Практически Бьется Постоянно В усиленном режиме Повышенный пульс И я Практически Не отдыхаю Да Еще я хотел сказать Про дыхание Во время тренировки Дышать нужно Предпочтительно Только носом По моей системе Дыхать ртом Конечно Можно Но это Только Как в исключительных случаях Основное Это дыхание Только Да Это тяжело Да Это в ряде случаев Очень тяжело Но Как говорят Йоги Дышать ртом Это все Что кушать носом Поэтому Моя система Предусмотрена На естественный ритм Да Вам будет тяжело Так вот Когда мне тяжело И когда у меня Интенсивная тренировка Вот в эти моменты Я сплю больше Иногда бывает Ну то есть В среднем Я сплю Семь с половиной Часов Семь часов Так я Сплю Ну Восемь часов Восемь с половиной Часов Ну Бывает такое Что Там До десяти часов Это крайне редко Это после того Когда я там Пробегу марафон Или Очень сильно Нагружусь Вот Но Сон Сну Мы уделяем Очень Важное Значение Я могу Рассказывать Очень долго И у меня Есть отдельное Видео Про сон Послушайте Кому это интересно Значит Мой сон Иногда бывает Ну я скажу В зависимости от циклов Тренировки От реализации плана Я про себя скажу Бывает он такое Что я очень Часто хочу Сходить в туалет Потому что У меня выделяется Огромное количество Воды То есть Молочная кислота Тренировки Вечерней тренировке Если я еще Там Хорошо Чай попью Или там Воды То Естественно Но у меня сон Такой Что Как только я встал Я встряхиваюсь У меня сразу Моментально Становится Вот я сплю Мне Я расслабленный Мне тяжело Там Я устаю Но стоя Мне только встать Вот знаете Есть такая книжка Фарли Моуэта Не кричи волки Очень интересно Когда исследователь Канадский Жил среди волков На севере Канады Северных территориях Он жил Прямо Среди стаи волков И вот он говорит Как волки спят Волк спит Но стоит ему Что-то услышать Он сразу Моментально Вскакивает И он моментально Готов к атаке Вот это Примерно Я сейчас То есть стоит Не только Встряхнуться И встрепенуться То у меня Сразу Моментальный Прилив энергии Я не знаю Почему Но после этого Я естественно Иду Схожу там В туалет Ложусь спать Я расслабляюсь Снова засыпаю У меня вот такие Периоды бывают Иногда Часто За ночь А иногда Не часто Вот Но все зависит Естественно От физической нагрузки Ну когда У меня Там Один цикл То я Сплю как убитый До утра Когда у меня Другой цикл Там связано Особенно с терморегуляцией С какими-то водными Процедурами С определенным потреблением Воды и пищи У меня другое Выделение воды Мочегонных эффектов Это я про себя говорю Я естественно Все записываю У меня есть Показатели Какие-то Уже есть какая-то Система С чем это связано Но Завершу Такой момент Что Сон И Секс Это очень Взаимосвязанные Вещи Если у вас Сильная Или там Хорошая Половая жизнь То у вас Хороший сон Вот это очень Все Взаимосвязано Соответственно У вас хороший Тренинг У вас хорошее Выделение Тестостерона У вас Хорошо Выводится Молочная кислота После тренинга То есть Все Взаимосвязано Ну вот Как бы я Обозначил Вот этот момент Важный И Подчеркиваю Система Фантастика Предусматривает Тренинг И Предусматривает Правильное Восприятие Основных Физиологических Актов Человеческого Организма Это Очень важные Элементы Которые Позволяют Вам Быть здоровым Ну Ваше здоровье Это ваша Сила Уверенность Ну вот Коротко Дальше В следующем Видео Мы уже Перейдем Препосредственно К структуре Клуба О рангах Клуба Каких Участников Я предлагаю И Каким образом Я вижу Функционирование Клуба Естественно Я буду Апеллировать К вам К тем Кто Потенциально Захочет Стать Участником Вот этого Движения Подчеркиваю Никого Я не агитирую Никаких Это уже потом Дело уже Наверное Даже не столько Мое Сколько тех Последователей С кем Мы пойдем Использовать Там соцсети Там Специальные Какие-то площадки Вот я поставил Это видео Без всякой Помпы Я его не ретуширую Не режиссирую Вот как оно есть Так есть Я не навязываю Абсолютно Никому Свою систему Я просто О ней рассказываю И очень шепотом Говорю Я не хочу Никакой популярности Я не хочу Никаких Вот Я не хочу Собто говоря Менять свой образ жизни Меня все устраивает Мне нравится Заниматься Просто сейчас Настал этап Когда в силу Как я уже сказал Целого ряда Обстать И своего долга Тем людям С которыми я близок И тем кому Я мог бы передать И кто-то Может быть Подхватил Вот эту всю Инициативу Достиг Наверное Высот Каких-то Больше Чем я Вот дальше Это движение Павел Пока Я Поскольку я Основатель Я Возмутитель Спокойсти Ну пока Наверное Вот как-то Лидером Буду Наверное Я Но Дело в том Что я Еще раз Говорю Я не хочу Это Прямо Чтобы Это все Стало Вспышкой Как оно Пойдет Так пойдет Не спеша Мы будем Все продумывать Все будем Основательно Взвешивать И только Потом Принимать Решение Я не хочу Менять Свою Жизнь Никаких Там Особых Каких-то Всплесков Но это Я Так Извините Что Слишком Много Сказал У нас Серия Была Про Сон Все-таки И Про Секс Конечно Для Мужчин Всего Доброго Слушайте Дальше 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 Дальше